Мы закончили с вами прошлый урок рассмотрением вопросов, связанных с парисеями. Мы не рассматриваем глубоко их учения, но для нас важно просто понимать те эскатологические настрои, которые были на тот момент. И если мы будем это понимать, это поможет нам даже изучать Писание и понимать какие-то истинные вопросы. Следующая группа были ессеи. Это тоже была очень своеобразная группа. Они были озабочены также ритуальной чистотой и имели свои прибавки к закону. Но они были еще строже парисеев. Есеи не хотели связываться с садукеями храма. Они надеялись, что спасется только остаток. Всю храмовую систему они рассматривали как коррумпированную, развращенную. И они просто-напросто вышли оттуда. А считали они систему, собственно говоря, коррумпированной, потому что первосвященство контролировалось людьми, незаконно имеющими эту власть. Мы сейчас подробнее посмотрим. Мы знаем, что пророки говорили, что первосвященство происходит от первого священника через его потомков, то есть через потомков Аарона. А затем цадоком, первосвященника Давида. Помните, да, что первосвященство передавалось. И эта линия была до 165 года, до нашей эры. Да. Последний первосвященник, Анай III, жил во время восстания Маковеев. То есть это первосвященство, оно перекатило. Было, как это там, родовид, по-русски так будет, это словно. У меня иногда что-то такое, что я забываю слова на одном языке. Знакомые все. И мы помним, да, что было восстание Маковеев, праздник, так сказать, в Хануки. И на тот момент сама идея Хануки, вы помните, что сирийцы, они стремились уничтожить иудаизм и утвердить греческую веру и греческих богов. Это, в общем-то, и уже самым таким катализатором восстания. И первосвященника Анайя удалили от священства. Возможно, он был там убит. Ну, короче говоря, убрали его, он мешал, как наследие. Потом мы видим восстание Маковеев, и они добиваются независимости. И последний из братьев, Йонатан бен Матихиаху, провозгласил себя и первосвященником, и царем. И он начал династию, известную, как династия Хашмонеев. Возможно, вы сталкиваетесь с таким словом. Хаш-мо-не-ев. Вы саму идею просто поймите. И Исеев, конечно же, от этого, ну, это был для них ключевой момент. То есть священство уже было, как-то, в самозванцев нам не нужно править друзья. Типа вот так. Поэтому был конфликт между садукеями и фарисеями. И этот конфликт, он переходил периодически в гражданскую войну. Но в результате фарисеи и садукеи пришли к какому-то компромиссу. То есть эти договорились. Но Исеи не договорились. Они были категорически против и тех, и других. И Исеи считали, что если достаточное меньшинство людей будет ритуально чистым, то придет Мессия, и они будут сражаться в войне сынов света против сынов тьмы. Потом Мессия будет судить мир, а Исеи наследует РСЗ землю. Серьезно. Вы почитаете Иерусалима, я вам рекомендую. Иудейские древности и Иудейская война. И вы увидите, как жестко во время того, когда римляне осадили Иерусалим, вот эти все партии сцепились друг с другом. Они фактически сами себя губили. Представьте, снаружи римляне, а внутри они друг друга. Не на жизнь, а на смерть. Так что Иосиф говорит, что крыши домов, они просто ломились от трупов. Так что в некоторых местах кровь гибла через подоконник. На тот момент пришло около трех, если я не ошибаюсь, трех миллионов людей в Иерусалиме. И римляне их всех закрыли. Пришли на праздник со всего Израиля. Римляне их там закрыли и понеслась. Вот так вот. Итак, следующая группа, которая также имела влияние, это были зелоты. И зелоты, как вы понимаете, решали проблему еще более радикально. Хотя, казалось бы, куда уже. Они считали, что ритуальный и религиозный путь, он в общем-то вообще неправильный. Нужно сделать шаг веры. Взяться за оружие и свернуть римскую оккупацию. То есть они верили, что если они соберут достаточное количество народа против римлян, то мессия обязательно себя явит. Бог их поддержит. Нужно быть смелыми. Если они были такие достаточно ультра-харизматичные. Давайте поднимем восстание. И Бог, видя нашу смелость и веру, присоединится в момент Х. И, короче говоря, придет Царство Божие, всех победят, и все будет хорошо. И ессеи считались религиозно более радикальными, но были не сектой, а частью иудаизма того времени. Их было больше, чем саддукеев, но меньше, чем парисеев. И хотя парисеи были наиболее многочисленной группировкой, еще больше было анхариз. Они жили обычной жизнью, не принимали в себя дополнительные вещи. Нет, хорисеи, амхаариз. От всего так мы закончим. Нам важно смотреть. Мы просто коснулись эстетологической программы. А кого больше? Хорисеев больше всего. Еще раз. Потом шли есеи, потом саддукеи по количеству, так сказать, парней. Хотя я вам скажу, что это количество, это довольно-таки небольшое по нашим меркам количество. Например, я, может быть, ошибаюсь, но я где-то читал о том, что парисеев было всего около 8 тысяч человек. Всего лишь. Понимаете? И когда на праздник Шаот Петр встал и проповедовал тысячи покаялась, покаялась амхааризм, вы понимаете, да, скорее всего, то это сразу же вывело, так сказать, мессианский удаизм из фаворитов какие-то, потому что люди каялись тысячами, да, тысячами, мы подальше там видим Новым Заветом, книги Деяний, да, говорят о том, что на тот момент в Иерусалиме 200 тысяч было мессианских верующих. Просто задумайтесь. То есть они подмяли количеством всех. Но из-за того, что они были амхаариц, в большей части, это воспринималось просто как чернь, так сказать, безумство. И после так же и так далее. То есть вы посмотрите, например, сейчас ортодоксальный иудеизм тот же, да, или мы скажем, еврейское общество. Не так много ортодоксов. По сравнению, допустим, возьмем там Одессу, да, допустим, у нас 50 тысяч евреев. Предположим, я не знаю сколько. Но в синагогу ходит пускай 200 человек. Но по сравнению с 50 тысячами это очень мало. И те, которые ходят, это же не фарисеи всех. Понимаете, да? Они до вот таких вот фарисеев, это еще ого-го-го. То есть там есть, может быть, 10 человек, 20 человек, 50 человек отсил. Это уже вообще. Понимаете, да? То есть мессианский иудеизм на тот момент это был амхаарес. То, что Писание говорит о том, что Бог выбрал ничего не значущее в этом мире, чтобы посоронить значущее. Вообще, Он выбрал, да никого не выбрал. Вот таких вот амхаарес, людей с земли, которые косноязычные, которые необразованные, которые не разбирались, может быть, во каких-то там муансах, читать не умели, там, или там еще как-то там. Он избрал для того, чтобы явить свою славу. Сейчас, конечно, все поменялось. Мы понимаем, да, что христианство, оно имеет уже строительную свою теологию в большинстве свою и так далее. Итак, но тем не менее, народ в целом отдавал фарисеям роль учителей. То есть народ в основном прислушивался к фарисеям. Причиной войны с римлянами были, собственно говоря, сами римляне, которые принуждали кидало поклонство людей. Если бы римляне проводили более гибкую политику, то восстания от зелотов не было бы, храм бы, возможно, и стоял. А так было восстание, зелоты возвали к революции, амхаарес поддержали, потому что римляне не хотели прогибаться под изменчивый мир, и решили все прогнуть под себя. И в конечном итоге совместными усилиями они разрушили храм. Мы понимаем, что для нас это тоже благодать. Представьте, если сейчас был тот храм. Чудо было. Целое приключение было. Да? Натурально. Но Бог убирает старую скрипию. Бог полностью закрывает вопросы, связанные с Синайским законом. Все. Интересно, что если вы почитаете Иосифа Клавия, вы можете увидеть такие моменты, связанные с тем, что происходило в храме после смерти Решова. Иосиф Клавий не был христианином, фактически он был предателем, евреем, который переметнулся на сторону Рима, был там возле царей, писал там историю и так далее. Писал у него, конечно, с точки зрения, которое восхваляет Рима, как всякий журналист, он был политкорейтем. И, таким образом, он, конечно, выставляет Рима воинами, показывая всю глупость, которую творили когда иудеи, но глупость они такие творили. И, например, он рассказывает об удивительных знамениях, которые происходят в храме. Например, о том, что нить, которую привязывали, вы помните, да, на день изглупления, на емке бур, она меняла свой цвет, становилась алой, когда заколался второй козел опущения, жертва для Зазеля. И он говорит, что с того времени она перестала менять свой цвет. ворота храма, которые закрывали, если я не ошибаюсь, 20 человек, каждую половину, представьте, да, что это были за ворота, они несколько раз сами открывались. жертвенники, на жертвеннике огонь горел очень своеобразно, минора, тухла, тоже это было, такого не было. просто ходил какой-то пророк в то время по Иерусалиму и пророчествовал о том, что все будет разрушено здесь, и там они его, по-моему, убили его, что-то там сделали с ним. Были какие-то знамения в небе, тоже так, очень странные вещи, я не помню, просто сейчас уже очень давно читал немного, но мы видим, что Бог изменился, изменил, изменил, были изменены уже определенные моменты, да, взять хотя бы завесы, которая разорвалась, то есть, в нашем понимании, это не штора вот такая, то есть, завеса, она была толщиной, если я не ошибаюсь, с рук, 50 сантиметров толщины, ну, представь, такая волочная, допустим, такая вот завеса, она на балках висела, то есть, это не, это не ферранка какая-то такая вот, не это самое, и она разорвалась, там еще, ну, очень интересный момент, итак, для нас важно понимать, было вот такое вот состояние, и в эту ситуацию, в этот, так сказать, политический, религиозный фонд, появляется очень странный человек, Лутанан Хамадриль, или Иоанн Хамнан, погружающий, или по-английски Джон Бортист, или Иоанн Христикер, и вот он приходит в это общество, и погружение в воду, мы знаем, что практиковалось для очищения, да, для покаяния, то есть, мы видим, что через это человек показывал, что внутри его чист, внешнее проявление внутренней чистоты, и Иоанн начинает провозглашать ничто иное до Царства Божьего, и он говорит, что оно приближается, да, то есть, что получается, толпа людей ожидает, ожидает каждый под своим сценарием, и тут приходит человек и говорит, оно уже идет, Машия скоро придет, и он говорит о том, что люди приготовляйте свои сердца, вам надо пройти Миква, виртуальное очищение, да, помните, Миква, и эти группы людей, они были, то есть, Миква занимала одно из ключевых моментов их жизни, то есть, очищение, понимание очищения, да, вот эти, важность очищения, и так далее, и мы можем предположить, что по своему характеру, Йоханан он был близок к Евсеям, хотя другие говорят, что, например, можно говорить о нем как в изулове, потому что жили они общинами, они могли жить, например, наподобие монаха, можно так сказать, вы же понимаете, если ты находишься в мире, который тебя обширяет, то самым грамотным будет, это уйти, например, в пустыню, то есть, если там ты искушаем женским полом, тогда закопай себя в келью, где женщин точно нет, ну, вот хотя бы так, да, что такое келья, это ограда вокруг себя любимого, чтобы, никак, ни коим-то образом, привезу себя цепью, там, и так далее, и тому подобное, это все ограды для нашего отского человека, понимаете, да? Итак, фарисеи, фарисеи и также все остальные, возможно, обращали на него внимание и говорили, ты мессия или нет? Да? Потому что человек действовал достаточно, ну, скажем так, вызывающе на тот момент. А он говорит, нет, не я, но идет за мной тот, кто погрузит вас не просто в воду, то есть, он не просто вас сделает ритуально чистыми, но в святой дух и огонь и мы видим историю, когда Иешуа принимал водное погружение, да, сходит дух святой и Иоанн говорит, что вот это вот, в общем-то, он машин. Мы видим, что Иешуа ведет к пустыню, где он терпит искушение от сатаны, а потом возвращается в силе духа, и что он начинает делать? Он начинает учить о Царстве Божьем. Подумайте, как звучали его слова на фоне всего того брожения, которое было тогда. То есть, человек, который конкретно вроде оно, вроде оно. Марка 1 глава 14 15 написано следующее. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус Галилеем, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Смотрите, как интересно. Иоанна запирает, да? Марка 1 14 15 приходит Иисус и проповедует Бессора Това хорошую новость. И хорошая новость Евангелия. Что такое Евангелие? Это хорошая новость, да? Добра новина. Иногда на Евангелии пишут такое не новое заповедливо, а добра новина. Видели такие вариации на тему? Вот. То есть он говорит у меня есть хорошая новость. Свежие новости. Царство Божие приблизилось. Исполнилось время. То, что говорит Бешетом, покайтесь и веруйте в эту добрую весть. В чем состояла весть? Царство приблизилось. То есть когда говорят по Евангелии мы можем явно увидеть, что он говорил, царство приблизилось. В этом суть Евангелия. Царство приблизилось. Пришло время. Пора. Приходите, кайтесь. евангелие. центральная часть евангелий, вообще если мы посмотрим на 4 евангелия, в том, что царство Божье уже пришло и каждый может войти в него, жить в нем, знать его, силу, да, знать его силу, даже если это царство не пришло в той полноте, о которой говорили пророки. И мы сейчас разберем некоторые моменты. потому что еврейский вопрос звучал следующим образом. Если Ишуа это Мессия, то где его царство? Вы помните, с чего мы начинали? Если это Машиев, то недостаточно просто сказать я Машиев, недостаточно просто сказать царство приблизилось или покайтесь, да, должны быть какие-то проявления этого царства, которые вы подтверждали это. И мы видим то, как описано царство в Евангелии. Оно уже пришло, но не так, как мы этого ожидаем. И Ишуа начинает настраивать людей на определенное новое представление о том, что же есть такое царство. Иными словами, оно уже здесь, но еще не в полноте. Оно реально, но еще не полно. Иными словами, уже, но еще нет. И мы разберем сейчас это. Потому это важно понимать этот момент. Новый завет, защищает эту позицию. Здесь мы можем увидеть принцип инаугурирования, вступающий в силу царства. Это царство в своем росте, развитии, но еще не в полноте. Оно раскрывается. В первом веке в еврейском народе было представление, что царство придет очень быстро, очень явно, сразу и суд на мир отберет освобождение Израиля, правление Мессии и так далее. Помните, мы читали эти места из Исаии и не только. Иешуа говорит, да, это все произойдет, это будет, но есть стадия, когда это еще ясно не выражено. И мы посмотрим с вами 13-ю главу Матфея, потому что 13-я глава Матфея очень хорошо открывает нам характер царства. И будет хорошо, если возможно, мы получим с вами с 3-го стиха. Почитаем. Матфея 13. Матфея 13-я глава 1-я И получал много притчей, говоря, вот вышел сей и сей. И когда он сел, иноя упала при дороге и налетели птицы, покрывали кровь, иноя упала на нестаками низких, и немного было земли, и скорость зашла, потому что земля была не в руках. С выражением 109-го сигнал. Когда разошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иноя упала в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иноя упала на топовую землю, принесла плод. Одно по 100 крат, а другое в 60, иноя же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. да, и пожалуйста с 18 по 23. И теперь с 18 по 23. Вы же выслушите значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное придородие. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тот, че с радостью принимает его. Но не имеет в себе корни и непостояние. Когда он станет скорби или гонения за слово, тот, че соблазняется. А посеянное в тем не означает того, кто слышит слово. Но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодным. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносит. Так что иной приносит плод на 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Спасибо. то есть мы видим, что это не просто слово о писании. Здесь существует очень важный для нас элемент это понятие царства. Слово о царстве. И это больше, чем просто спаситесь люди. Потому что думают, что слово о царстве, да, перед этим говорили, что благая весть. Помните, какую благополучие мы читали, да, какую весть говорил Ишуа, о том, что царство приблизилось. А слово о царстве включает не просто спасение, но также другие моменты, связанные с восстановлением Израиля, да, с восстановлением Израиля перед лицом Бога, с местом языческих народов перед лицом Богом и влиянием Писания на все народы. Писает вторая глава. Хорошо, давайте прочитаем дальше. Другая критча, с 24-го по 30-й. Может, например, Дима нам прочитать. Выражение. Другую притчу приложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевел и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, когда явились не плевелы. Пришедшие же рабы домоглотыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя селил ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал, враг человек сделал это». Рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы выбирая плевелы, вы вытергли вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое там». И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежние плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Ис 36 по 43 «Тогда Ишуа, отпустив народ, вошел в дом, и приступивши к нему ученики его сказали, «И здесь не нам притчу об плевелых в поле». Он же сказал им ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, в поле есть мир. Доброе семя это сыны царствия, об плевел и сын мукава. Враг посеявший их есть дьявол, жатва есть кончиновека, как собирают плевел и огнем сжигают, так будет при кончине верность его. Пошлет Сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие и вернут их в печь огненную, там будет плач скрежек духов. Тогда правильники во сияют, как солнце в царстве отца их, то он имеет уши слышать да слышать». Видите, немножко другая перспектива нам открывается, и смотрим 31 секунду 13-31 «Иную притчу предложил он говоря «Царство небесное подобное зерно горчичному, которое человек взял и посеял на своем поле, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех благов и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укриваются в ветвях его». И 33 «Иную притчу сказал он им «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в пример муки, до поля не вскисло все». А Ларина прочитает 44 45-й, 45-й, пока что 44-й, то есть вы отмечаете для себя ключевые моменты, которые мы рассматриваем, да? 44-й. «Прищет двадцатый небесное заквовище в критомом на поле, которое нашед человек в пыль, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает в пыль дом». Так, и Лена прочитает 45-й, 46-й. «Еще подод двадцатого небесное дедцу и дичьему хороших жемчужин, который, найдя одну того ценную жемчужину, пошел и продал все, что имел в пыль считает 47-го по 50-й. «Еще пододод двадцатым небесное небесное закинутом в море и захватившему уровню густя хворота, когда наклоняется выдащили людей и все и все. Хорошие собрали сосуды, а худой и родился лимон. Так же будет при кончине века и взыдут ангелы и раздут злых из среды правильной из и вернут их в печи у меня там будет плач и следует злых смотрите очень интересно что что говорит Мишон царство божье подобно все эти притчи притчи о царстве и еще раз хочу сделать как бы ударение чтобы мы вспомнили о каком царстве федре потому что как бы в христианской традиции как-то так вот оно случается что мы думаем о том что это некое царство такое ну что ли хорошая жизнь на небе вы понимаете да но когда еще обращался к своим слушателям он говорил не просто о житии на небе да потому что когда мы читаем миссар которые мы понимаем что речь идет не о какой-то другой планете но идет о конкретном месте иерусалиме да от сиона выйдет Тора слово Божие от Иерусалима то есть речь идет о земле то есть и когда он говорит о царстве это не просто о некоем каком-то там духовном переживании или место блаженства такое место кайфа всех верующих понимаете да что в этом заложено намного больше и слушателей которые слышали эти притчи мы берем исторический контекст да и рассматривали эти притчи с точки зрения той ситуации которая была тогда с точки зрения форисеев зелотов сандукеев и сел и так далее понимаете да с точки зрения Анхарес Ишуа описывает настоящее состояние грядущего царства царство Божье мы можем увидеть в этих притчах приходит как что-то маленькое незаметное незначущее смотрите во всех этих притчах царство Божье подобно семечку горчичному зерну закваски дожди или мелкие да то есть поле это сад или поле сад это мир да и маленькое вот это семечко оно было когда-то посеяно в этом мире и потом оно станет самым большим деревом в саду вы понимаете когда-то еврейский народ был посеян в этом мире слово Божье было посеяно но придет момент когда Бог его взрастит и то же самое дрожди это микроорганизмы их не видно но они будут расти маленький порошочек чуть-чуть а потом не знаешь куда деть это тесто то есть царство Божье это нечто растущее то что покрывает всю землю и мы видим что притча сетелей говорит о четырех видах почвы да что люди принимающие послание они будут его распространять они будут сеять в такие же почвы когда мы будем проповедовать о царстве некоторые люди не поймут некоторые будут бурно реагировать но когда будут трудности уйдут да некоторые принимают но они заняты заботами этого мира и это семья среди бурья но также есть хорошая почва которая принесет много плодов вторая притча мы видим астана будет расти среди бурьяна да то есть оно будет расти параллельно росту царства тьмы и оно не захватит все общество такой вот маленький нюанс теории всемирного правления христиан всем злом мы не видим что это будет это не божья доктрина всегда будет смесь всегда как говорят некоторые проповедники наша цель чтобы у нас не было работы чтобы мы все заевангелизировали чтобы все покаялись и мы остались без работы такого не будет всегда будет смесь иногда злое общество влияет на царство мы это знаем иногда царство на злое общество но полное разделение не произойдет до момента суда вы видите да когда ангелы говорят давайте мы их заберем то есть нет растут и то и то придет день х и все расстанется на своих местах когда ангелы в конце века отделят выход правильный то есть иными словами мы видим в учении Ишуа такое понятие как есть уже и еще нет то есть что мы видим уже измененное сердце уже люди имеют измененное сердце но еще нет окончательную суд над народами уже но еще нет уже сила святого духа и дары святого духа они находятся здесь но еще не наступило общее воскресение мертвых уже есть церковь царственная община но еще Израиль не освобожден от врагов уже но еще нет уже есть примирение евреев и не евреев да мы видим мессианское общение но еще нету мира во всем мире еще пока что люди делают оружие и учатся воевать и мы видим что когда царство придет в своей полноте то в этом отпадет мужа мы видим что Израиль уже влияет на общество но еще не стал главой народа так как писает говорит об этом да и мы видим что еще не произошли вопросы связанные левый еще не стал вегетарианцем но и так далее и мы понимаем что Ишу это тот Масшер Мессия который пришел и он приглашает войти в то что уже пришло и чем больше людей войдет на этой стадии тем больше расширится царство в будущем вы понимаете да чем больше вы дрожде в сынхе тем больше тесто будет чем больше вы людей приведете к Господу тем больше потом эти людей смогут привести других таким образом идет расширение откровения о царстве то есть что такое царство Божье как мы могли бы его определить правление Божье то есть царство подразумевает царя да и царство Божье там где правит Бог где свершается его воля как и на небе так и на земле вы понимаете да царство там есть царь где действует его власть силам действует его законы и есть подданные подчиненные в этом власть то есть мы понимаем что в царстве Божьем нет анархии нет там извращенного понимания свободы делая что хочу есть подчетность царь царство Божье развивается мы можем увидеть это Ишуа подчиняется воле Божьей да и мы видим уже царство в нем начинаем видеть он сам собой является решенством Божьего управления потом у него появляется 12 учеников да потом мы видим 70 учеников 120 человек исполнилось Духа Святого и тысячи человек сейчас то есть посмотрите на эту картину через время царство Божье расширяется царство Божье расширяется мы видим что Ишуа утверждает это чудесами своего служения и эти чудеса и знамения утверждают что царство Божье реально уже потому что если у нас нет и чудес и знамений мы не можем доказать людям реальность царства Божьего смотрите когда Иоанн услышал то и что он спросил его в Матфе 11 в 2 5 стихе следующее Иоанн говорит ему в ответ пойдите скажите Иоанну что слышите и видите слепые прозревают кровные ходят прокаженные очищаются глухие слышат мертвые воскресают и нищие благо обмерствуют вот такой ответ он сделал как Иоанн подтверждает политической структуры он обращает внимание на изменение сердец людей на природу Божьего Царства это можно сравнить знаете с небольшой трещиной в большой плотине приходит Иешуа и забивает здоровенную такую что-то она огромная эта плотина и пошла маленькая струйка но напор воды большой и постепенно постепенно вода наполняет наполняет и вы понимаете что придет в этот момент когда она все прорвет представление было другое что придет машина и взорвет все сразу но Бог показывает что природа Царства будет другой поэтому мы видим что делая чудеса Иешуа показывал не просто сострадание людям он не просто демонстрировал силу Духа Святого он демонстрировал реальность Царства и мы призваны делать то же самое это не просто какая-то интеллектуальная теология в Царстве есть сила вы понимаете есть Царь у Царя есть власть у него есть сила поэтому Иешуа говорит блажен кто не соблазнится о вне потому что люди начали размышлять о знамении они начали сомневаться тот ли это Царь тот ли это Машир тот ли это Освободитель и очень интересно что в 11 главе 7-11 стих есть у нас такой диалог после того как Иешуа поговорил с учениками Иоанна Хриспителя когда же они пошли Иисус начал говорить о воду о Иоанне что смотреть ходили в пустыне трость ли ветрем колеб что же смотреть ходили вы человека ли одетого в лягкие одежды носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских что же смотреть ходили пророка да говорю и больше пророка ибо он тот о котором написано сия посылаю ангела моего перед лицем твоим который приготовит путь твой пред тобою истинно говорю вам из рожденных женами не восставал больше Иоанна Хриспителя но меньше в Царстве Небесном больше его смотрите меньше в Царстве Небесном больше его мы видим что Иоанн не совершал чудес как совершал например Илья или Елисей не оставил после себя каких-то пророческих книг и тем не менее Иешуа называет его большим наибольшим даже из пророков мы не видим что Иоанн например воскрешал мертвых он не разделял море но здесь имеется ввиду не его дела а честь которой он удостоился так как он провозглашал Царство он погружал Иешуа фактически он был посланником грядущего Мессии он переходная фигура между Синайским Заветом и Новым Заветом таким образом Иешуа определяет его как наиболее привилегированного пророка но тем не менее наименьший в Царстве Божьем больше не он и это намного больше чем просто обновление Синайского Завета мы имеем больше привилегий чем Иоанн больший статус чем все пророки в Танахе потому что мы вошли в реальность Царства Божьего Аминь оцените глубину своей благодати от Бога делаем перерыв Аминь